Здравствуйте! Меня зовут Ирина Мокрецова и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Музей имени Арсеньева приглашает на экскурсию порта Франко-Владивосток. Раскроет тайные любовные истории, которые хранят в себе старинные здания на улицах нашего города. Расскажет, какую девушку называли «жемчужиной дома», в котором сейчас находится торговый магазин «Центральный», а также под какими часами раньше было принято назначать встречи и где располагался первый театр. В театре имени Горького спектакль «Дама с камелиями» — пьеса по роману младшего Александра Дюма о любви известной французской куртизанке к благородному человеку и о корыстных людях, вмешательство которых может навредить самым светлым чувствам. Приморская сцена Мариинского театра ждет зрителей на балет «Жизель». В танце расскажут о простолюдинке, которую обманул богатый аристократ. Девушка умирает, но является мужчиной после смерти в образе фантастического существа. А в библиотеку «Бук» приглашают всех любителей фантастики на повестке дня «Драконы». Поднимут вопрос, откуда люди взяли образ этих существ, расскажут о гигантских ящерах в различных литературных произведениях и о современных компьютерных играх. Субботу можно провести активно. В торгово-развлекательном центре Черемушки объявляется день спорта. Участие бесплатное в программе «Открытый урок по зумби», мастер-классы от Батутного центра и Клуба восточных единоборств. Организаторы просят взять с собой удобную обувь. На русском острове пройдет фестиваль «Владивостокская крепость». Перед зрителями разыграют средневековые турниры, индивидуальные поединки и массовые бои. А также воспроизведут сражения Великой Отечественной войны. Фестиваль растянется на два дня и завершится в воскресенье 27 августа. В Покровском парке ожидается юбилейный фримаркет. Это площадка, где можно найти развлечения на любой вкус. Можно принести ненужные вещи в хорошем состоянии и забрать оттуда нужные, поучаствовать в мастер-классах или провести свои. А также танцевать, петь и просто проводить время в хорошей компании. Дети в субботу могут отдохнуть и повеселиться на фестивале воздушных змеев, поучаствовать в мастер-классе по их изготовлению или в конкурсе на лучший летательный аппарат. Также посетителей ждут интересные конкурсы, прыжки на большую воздушную подушку, рисование на асфальте и многое другое. В ботаническом саду в воскресенье пройдет открытый урок по йоге. Среди разнообразия цветов и летающих бабочек можно полностью расслабиться и настроиться на следующую рабочую неделю. Само занятие бесплатное, придется заплатить только за вход в ботанический сад. Всех родителей в воскресенье приглашают на мама-пати в парк отдыха имени Лозо. Школа материнства, фотозона, спортивная активность, игротека, контактный зоопарк и многое другое. Пока мамы будут отдыхать, детей станут развлекать аниматоры. Для тех, кто не желает сидеть на месте, очередной фестиваль уличных танцев. Можно и посмотреть, и показать, на что способен. Участникам нужно подойти заранее и заполнить анкету. В это же время в Центре современного искусства «Заря» пройдет кинопоказ, посвященный истории средового дизайна и архитектуры 20 века. Вдобавок, до или после фильма можно посмотреть выставку советского дизайна этой эпохи. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на Восьмом.